«Поговори еще тут нам, ты лучше раздевайся», — сказали мужики и кинули Анну через забор. Жеребец увидел какое-то передвижение у забора, насторожился и стал боком подходить к Анне. Анна всю свою жизнь просто обожала цветы. Иногда ей казалось, что с ними ей намного проще, чем с людьми. У всех ее подружек были обычные домашние питомцы, котики, собачки, хомячки, рыбки. У Анны роль домашнего питомца выполнял кактус. Да, именно кактус. Простой и обычный. Он мирно стоял в горшке на подоконнике, иногда цвел, и носил гордое имя Филипп. Неизвестно, откликался ли кактус на свою кличку. Но Анна утверждала, что частенько замечала, как Филипп поворачивает свое основание от окна к двери, когда она возвращается домой и здоровается с ним. Девочки не запрещали заводить домашних животных. Мама Анна была бы даже не против, если бы девочка принесла домой котенка. Но нет, она принесла кактус. Вот до такой степени она любила цветы. И всякого рода растения. А в остальном она была совершенно обычной девочкой. Потом девушкой. И, наконец, молодой женщиной. Частенько по вечерам Анна разговаривала со своим кактусом. «Ну, ты бы еще его погладила», — подшучивал над ней отец. Она выросла, стала самостоятельной и решила открыть маленький бизнес — цветочный магазин. Ей даже в голову не приходило, что цветочный бизнес по криминалу стоит на втором месте после торговли оружием. Поначалу все было прекрасно. Цветочный ларек, который открыла Анна у себя в городке, был не единственным местом, где можно было купить цветы. Но он был единственным, где вас обслуживали вежливо и с улыбкой. Казалось, что цветы, приобретенные в ларьке у Анны, стоят как будто дольше, как будто ароматнее пахнут, и как будто красивее, чем везде. Она подумала о том, чтобы перейти на круглосуточную работу. Хотя кому могут понадобиться цветы среди ночи, но расширяться и открывать еще один ларек уж точно было нужно. И вот как раз, когда у нее было накоплено достаточно средств, чтобы приобрести еще один ларек и сделать там ремонт, произошло одно чрезвычайное происшествие. В тот вечер она как раз сняла в банке всю сумму денег, которую держала при себе в сумочке. Она немного задержалась в своем магазине, ведь завтра сюда придут представители цветочной фирмы для заключения более объемных поставок. Ей хотелось, чтобы все было идеально. И сразу после их визита она собиралась отправиться к нотариусу, заключать сделку о покупке. Она не хотела тратить время на долгое ожидание в банке, а потому сняла деньги со счета заранее. Она стояла спиной к двери и поправляла украшения на задней полке витрины. Как вдруг хлопнула дверь. «Мы уже закрыты», — сказала она, не оборачиваясь. А про себя подумала, ну вот какая я рассеянная. «Дверь забыла закрыть». «Ладно, придется обслужить человека». Он же не зря пришел так поздно. Она обернулась и обомлела. Она выронила из рук предмет, который держала, и даже не смогла посмотреть на осколки. Четыре огромных мужика в черных кожаных куртках и солнцезащитных очках, несмотря на позднее время, стояли перед ней. Она все поняла сразу. Но где-то в глубине ее подсознания еще билась в агонии слабая мысль о том, что этим ребятам и вправду нужен букет цветов. А может быть, все обойдется. Сейчас она дрожащими руками соберет розы, сделает им скидку и отправится домой, выпьет валерьянки и ляжет спать. Но нет. «А нам кажется, что тут открыто. Для нас тут всегда должно быть открыто», — сказал один и шагнул вперед. Он совершенно бесцеремонно ухватил Анну за горло рукой и потянул вверх. Казалось, он вот-вот приподнимет ее от пола. «Где деньги?» — тихо спросил он и отпустил горло Анны. Но руку с горла не убрал. «Какие?» — прохрипела она. «Которые ты сняла в банке», — с ехидной улыбкой ответил мужчина и снова начал сдавливать пальцы. «Тебя же предупреждали, чтоб ты не вздумала шалить. Заплатишь все сполна, и мы уйдем». Она вспомнила, как раз недавно она получила странное письмо с требованием не расширять свой бизнес, а иначе. Она уже не помнила, что там было иначе. Она решила, что это какой-то розыгрыш, и выкинула послание в мусор. «Я ничего и никому платить не собираюсь», — сказала она вдруг и сама опешила от собственных слов, как будто в нее кто-то вселился, как будто она не сама произнесла эти слова. Женщина испугалась и удивилась одновременно. «Что?» — я не понял, — рассердился бандит. «Я ничего платить не буду», — повторила она и снова перепугалась. «В машину ее!» — а здесь все перевернуть, — скомандовал бандит и толкнул Анну к остальным. Двое мужиков вытащили ее из ларька и затолкали в машину. Потом один из них вернулся к остальным. Она видела сквозь окна в машине витрину своего магазина, как там крушат ее труды и старания. Больше всего ей было жаль цветы, которые выбрасывались из вас и топтались ногами. Зачем? Просто так из злобы, ведь и дураку понятно, что деньги не могут лежать в вазе для цветов, тем более с водой. «А как же Филипп?» — мой бедный кактус смелькнула в голове у Анны. Они столько лет были вместе. Она растила его с самого детства. И вот теперь слезы покатились у нее из глаз. Но где-то в глубине души она понимала, что даже если она бы отдала им деньги, они все равно бы разгромили весь ее ларек просто так, потому что они хулиганы. Когда остальные вернулись, машина тронулась, и Анна мысленно прощалась с жизнью. Сейчас ей было уже не до кактуса. «А что, Иван, как там твоя конюшня?» «Целая еще?» — спросил один из парней. «Стоит». «Чего ей сделается?» «Лошади рожают, в жеребцы им делают приятно». Он громко рассмеялся. «Да ладно, а нет ли часом племенного жеребца сейчас?» — спросил тот, который завел разговор. «Имеется такой», — ответил хозяин конюшни. «Так может, забросим нашу девочку к нему в загон, а заодно посмотрим, как он будет с ней веселиться». В это время парень посмотрел на Анну и, облизнувшись, провел рукой по ее лицу. На ферму, где была конюшня, приехали под вечер. Издалека было видно небольшой загон, в котором резвился довольно крупный молодой жеребец. Мужики подтолкнули Анну к забору. «Устроишь нам зрелище? Может, и оставим тебя в живых?» — сказали они. «Какое зрелище? Вы в своем уме? Он же меня затопчет. Что вам? Мало денег?» — закричала она и заплакала. «Поговори еще тут нам. Ты лучше раздевайся», — сказали мужики и кинули Анну через забор. Жеребец увидел какое-то передвижение у забора, насторожился и стал боком подходить к Анне. Мужики свистели и кричали коню попробовать девочку. Он подошел к заплаканной девушке, обнюхал ее и лизнул лицо. Она пахла цветами, она всю жизнь возилась с ними. Конь начал фыркать и раздувать ноздри. Ему понравился запах девушки, а запах мужиков — нет. Он повернулся и пошел в сторону. «Ну, так неинтересно», — что-то стали кричать мужики. Вдруг она услышала за спиной топот копыт. Анна испугалась. Девушка решила, что животное сейчас с разбегу напрыгнет на нее и будет топтать своими копытами. Она присела и зажмурилась. Но ничего не произошло. И только вопли мужиков заставили девушку открыть глаза. Она увидела, что конь перепрыгнул забор. Вот для чего он отходил в сторону, чтобы взять разбег побольше. И теперь он с ненавистью топтал всех бандитов, ломая им руки и ноги мощными ударами копыт. Она решила, что это ее шанс спастись. Анна перелезла через забор и прыгнула в машину. Загудел мотор, и она уехала. Хорошо, что свое время отец научил ее водить машину, но экзамены она так и не сдала. Но ездит умело. И в данный момент соблюдения правил очень мало интересовали Анну. Она поехала в сторону дома. На следующий день девушка решилась приехать в свой магазин. Туда должны были приехать иностранцы. Она понимала, что ничего не успеет сделать к их приходу. Однако, ведь они же тоже люди и должны были понимать, что тут произошел налет. Что теперь делать с покупкой нового места? И чем она будет платить за новые поставки? Скорее всего, ей просто придется извиниться и начинать свой бизнес с нуля. Войдя в магазин, она просто не поверила своим глазам. Все было уничтожено. Те трое бандитов постарались на славу. Не было ни одного живого цветка. Ни единой целой полочки. И только посреди всего этого на своем обычном месте как грозный страх возвышался кактус Филипп. Он был единственный нетронутый. Конечно, с его огромными шипами в почти три сантиметра, никто не рискнул бы к нему прикоснуться. Он стоял на своей полке, а под ним лежала неприметно сумочка с деньгами. И тут она поняла, почему с ней так поступили бандиты. Они не нашли денег. Вот и решили поразвлечься прежде, чем начнут выпытывать у нее где деньги. Никто не рискнул дотронуться до кактуса с шипами. Вот так Филипп спас деньги. Девушка не стала выяснять, что сделал тот жеребец с бандитами. Но она больше никогда их не видела. В тот день, когда она нашла деньги, она решила изменить свою концепцию. Анна не стала покупать второй магазин, она просто выкупила ту конюшню, где жил жеребец, спасший ей жизнь. Друзья, если вам понравилась история, пожалуйста, подпишитесь на канал и оставьте комментарий. До свидания!